Добрый день, дорогие друзья! Сотрудники Библиотеки Архангельского Литературного Музея предлагают вам сделать вместе с нами народную тряпичную игровую куклу, которая называется «Зайчик на пальчик». История простой куклы исчисляется тысячелетиями. Во все времена она занимала важное место в жизни человека, была проводником между миром людей и миром духов. Куклу «Зайчик на пальчик» делали детям с трех лет. Был такой зайка и другом для ребенка, и одновременно оберегом. В старину родители давали тряпичную игрушку детям, когда уходили из дома. Дело взрослых было не впроворот, вот они и придумывали развлечения для ребятишек, которым приходилось порой оставаться в доме одним. С таким тряпичным другом можно было просто поиграть или поговорить, доверить свои секретики, все горести, радости, пожаловаться, если вдруг кто-то обидел, фон у него какие длинные уши, выслушает и поймет, а еще никому ничего не расскажет. Зайчика надевали на пальчик и играли. Чтобы сделать такую игровую куклу, нам понадобится ткань примерно 10 на 20 сантиметров, красные нитки, а для головушки наполнитель, вата или синтепон. Итак, начинаем. Сложите ткань пополам, по длине, лицевой стороной наружу. С одного края, где сгиб, закладываем угол ткани внутрь, как показано на фото. Соберите ткань в пучок и перевяжите ниткой. Вместе сгиба сделайте 3-4 оборота и завяжите узелок под самыми ушками. Аккуратно обрежьте оставшуюся ниточку, после расправьте ушки зайчика. Все узелки, которые вам придется сделать на тряпичной игрушке, завязывайте с обратной стороны зайки. Узелки должны быть сзади, а не на лицевой стороне. Возьмите небольшой кусочек синтепона или ваты и скатайте из него шарик. Это будущая голова зайца. Она должна быть округлой. Кстати, раньше в крестьянских семьях не было синтепона и ваты, потому голову игрушки наполняли обрезками ниток и лоскутков. Вы тоже можете скатать свой шарик из них. Спрячьте этот ватный шарик под ушами зайца. Туго завяжите нитью в несколько оборотов. Не забудьте сделать узелок с обратной стороны игрушки и обрезать лишнюю нить. Голова зайца готова! Ткань, которая осталась ниже головы зайца, распрямите и сложите к центру в три ряда, как показано на фотопримере. Слегка продавите пальчиками места сгибов. Внизу подверните ткань несколько раз, скрутите ее трубочкой примерно на треть лоскутка. Это мы с вами формируем лапки будущего зайчика. Теперь поднимем лапки сзади со стороны спинки до самой шеи зайца. Закрепляем нитками ткань к туловищу под лапками. Как? Легко! Начало нити заложите под большой палец левой руки на талии зайчика. Сделайте несколько оборотов нитью вокруг нее. После направьте нить на правое плечо зайца и снова вернитесь на талию. Таким же образом сделайте еще пару оборотов. Затем сделайте еще один оборот на талии и по спине выйдите нитью на другое плечо зайца и снова сделайте несколько витков. В самом конце вернитесь на талию и завяжите узелок на спинке игрушки. У вас получится переплет крест-накрест как со спины, так и с лицевой части. Расправьте юбочку игрушки. Ее можно надеть на палец и играть с ней. А еще внутри юбочки можно спрятать маленький сладкий сюрприз, конфетку. Кстати, можно такого зайку подарить на день рождения другу или кому-то из родных. А еще поселить такого зайку можно и на новогоднем деревце. Нужно будет лишь за его ушками завязать петельку. Если юбочку у зайчика сделать побольше, то в нее можно положить пасхальное яичко и тогда это уже будет пасхальный зайчик. Также можно смастерить несколько тряпичных зайцев из самых разных лоскутков. Получится настоящий домашний кукольный театр. Останется только придумать сказку, ну или небольшую сценку, позвать друзей и разыграть ее по ролям. Надеемся, что этот мастер-класс порадовал вас и ваших близких. Творите вместе с нами. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова